Здравствуйте, друзья! Сегодня я покажу вам таинственную модель легенды L600, это новый топ от Polk Audio. На момент создания обзора на сайте производителя об этой модели и о линейке легенд в целом не было вообще никакой информации, хотя и в продажу она поступила. На мой взгляд это очень странно, однако им виднее, конечно. Местный дистрибьютор декларирует параметры. Число полос ясное дело 3, мощность от 30 до 300 Вт, то есть очевидно до 30 Вт модель не раскачивается, а выше 300 Вт начинаются искажения. Тип акустической системы и рекомендованное размещение это очевидно, а вот диапазон частот от 28 Гц до 50 кГц или в понятном нам окне по минус 3 дБ от 34 Гц до 38 кГц. При этом чувствительность заявлена 86 ДБ всего. Номинальный импеданс с просадкой от 3,3 Ом до 4 Ом. Рекомендованная мощность усилителя от 100 Вт. Частота кроссовера 410 Гц и 2900. Но 410 Гц отделяют 7-дюймовые басовики от 5-дюймового среднечастотного динамика, а твиттер соответственно начинает работать почти от 3 кГц. Порядок фильтров, к сожалению, не указан, а очень хотелось бы проанализировать именно как они это сделали. Излучатели. Воскочастотный динамик 25-мм, среднечастотный динамик 5-25 дюймовый или 133 мм, басовики 177 мм. Размеры колонки на экране и вес 35,3 кг. Что надо сказать, я на себе почувствовал и это очень весомо. Посмотрим на колонки живьём. Давайте рассмотрим эту красоту поближе. Действительно уникальная система. Всё, что полки собрали из своего интеллектуального потенциала за много лет, разработки воплощено в этой модели. И пауэрпорт, который мы потом ещё рассмотрим. То есть это организация порта фазоинвертора, тоннеля порта фазоинвертора с рассеивателем, с рассекателем. И технологии изготовления динамиков и низкочастотной динамики. Уникальный среднечастотный динамик с какой-то особо облегчённой подвеской. И твиттер, очень похожий на волнистую диафрагму с Каном. Но я уверен, что это тоже своя разработка. Они тоже к этому пришли своим путём, достигая свои какие-то поставленные локально цели. Например, написано «ИСТ-1972». Признаться, я не знаю, что это такое. Наверное, год организации фирмы. Ну и на здоровье. Собственно говоря, я даже не знаю, как снять. Это зеркальная передняя панель, рояльный лак. В нём отражается всё, включая меня в моих шортах сегодня. Потому что день сегодня жаркий. Карантинный жаркий. И, в принципе, очень хороший. Вот такая вот система на обзоре. Это большая редкость. Сверху вы видите тоже зеркальная поверхность. Рояльный лак. Но здесь место для установки некой дополнительной акустической системы, которая работает в составе Dolby Atmos. Также здесь есть места для винтов, которые, если вывинтить, очевидно, откроются недры этой системы. Я полагаю, с кроссовером прежде всего. Потому что его бы очень хотелось посмотреть. Но нет такой физической возможности, дорогие мои. Прошу простить. Итак, передняя фронтальная панель – рояльный лак. Верхняя панель – рояльный лак. Боковые стенки очень плотные на звук, если на звук дерева. То есть, я имею в виду по толщине, это не тонкое. Или распорки. Там еще дополнительные какие-то есть. Задняя панель ничем особо не отличается. Терминалы мы рассмотрим позже. Стоит акустическая система на ножках. На четырех ножках с шипами. Либо, как сейчас есть, резиновые накладки. На ней мы их тоже потом рассмотрим. С такими вот вставками. Они нужны для того, чтобы отнести порт немного от пола. Внизу вы видите порт фазоинвертора. Но на самом деле это одна из частей выхлопа. Потому что выхлоп есть во все стороны. И лейбочку полка. Полка короткая и ясно. Скромненькая и со вкусом. Как Магомайо когда-то сказал про свой визит в Эрмитаж. Скромненько и чистенько. Чистенько и скромненько. И бедненько. Вот такие вот дела, дорогие мои. Много-много здесь заключенного новинок. Именно аудио, технологий. И очень хотелось бы это все послушать. Конечно, мы послушаем. Но перед этим, что я могу вам предложить. Это кривую импеданса снять. Чтобы понять, как это все организовано. Хотя бы на скид приблизительно для тех, кто разбирается. Это, возможно, будет интересно. Выдалась такая возможность. Ну и включу, прогоню свой набор треков. Я специально из большого, хорошего, самого лучшего здесь зала для прослушивания перенес колонки именно в это место. Для того, чтобы при прочих равных условиях проверять, сравнивать звучание этой системы с другими системами. Вы на заднем плане видите рекламу. Ребята, я ничего не подставлял. Вот здесь так просто стоит. Мне, в общем, оно ни о чем совершенно. Я думаю, вам тоже. Мы собрались сегодня оценить новинку от полков, которой даже нет на сайте. Я полагаю, что если вам это будет интересно, я наверняка сумею достучаться до полков. Я там кого-то знаю, кого-то мне помогут достать. И мы достанем более детальную какую-то техническую информацию. Хотя, как вы знаете, они не любят ею делиться и правильно делают, потому что ее еще интерпретировать нужно уметь. Но, тем не менее, какие-то нюансы, может быть, вам будут интересны. Я расскажу. Если это касается Atmos Audio, я не думаю, что я смогу помочь. По многоканальным системам я обзоры еще не делал, потому что я не считаю их интересными в акустическом плане. То есть, это очень сложная система, но с управлением процессором все это очень хорошо. Но, как колонки, они меня интересуют меньше всего. Честно говоря. А эта явно система предназначена для любителей музыки. И целью ее, судя по цене вообще, и по исполнению, по весу, между прочим, назначение ее, это, конечно, детальное, точное воспроизведение музыки. Немного смущает низкая чувствительность этой акустической системы. Ну, она такая для того, чтобы выровнять АЧХ, ФАЧХ, сшивки сделать более плавными и безболезненными. Это же пассивный кроссовер там внутри стоит. Это не активный кроссовер с фир-фильтрами. Это большая разница. И для того, чтобы с ними, с фир-фильтрами конкурировать, производителю приходится идти на какие-то жертвы. Ну, вот одно из них является потеря чувствительности. То есть, если колонка 86 дБ обеспечивает, очевидно, это по басовикам равняется все, то каждый басовик, что же, 83 дБ, что ли? 7-дюймовые два басовых динамика вместе разгоняются на 86 дБ только. Можно себе представить, что это будет ну очень хорошо звучать, ну очень хорошо, но не убойно громко. Хотя, если 300 ватт на нее навалить. Я-то попробую, конечно, но как я вам это передам, я себе не представляю. Будьте верить на слово, говорят, скажи свое мнение, вот как тебе кажется, как оно звучит. Друзья мои, мне это кажется так, вам это может показаться иначе. Я пытаюсь вам показывать лишь объективные какие-то вещи, то есть те, которые не зависят от моего настроения, от погодных условий, от места размещения и так далее. То есть, я как инженер имею возможность абстрагироваться от каких-то дополнительных опций и подавать то, что будет неизменно, в том числе в ваших интерьерах, в ваших сетапах. А то, что мне показалось это хорошим или плохим, вам это не тепло, не холодно, уверяю вас. То есть, я могу наговорить чего-то, ведь язык у меня хоть как-то подвешен, но, уверяю вас, это будет неконструктивно. И может ввести в заблуждение, чего бы я очень не хотел. Я же не продавец, в конце концов. Кстати, вы знаете, сколько она стоит? Сейчас скажу. 120 тысяч гривен. Ах, гривен, 120 тысяч. Почему гривен? А какая валюта, по-вашему, была на Древней Руси? Правильно, гривен. Так вот, этих 120 тысяч гривен, вот это ведро гривен, я бы сказал, что это, что, около 4 тысяч долларов, по-моему. Не знаю. Ну, разделите что-нибудь, посмотрите потом сами, что это будет в вашем регионе, я не знаю. Подключаю вот к этому усилителю Marantz. Кому интересно, они все время спрашивают, какой усилитель. Какая разница, какой усилитель через интернет. Это не будет столь критично и уязвимо. Самое большое, что, самое актуальное, что вы можете подчеркнуть из такого прослушивания, это именно колонка и ее характер звучания. Не более этого, не более, не менее. Даже хотя категорию, то есть ценовую категорию в принципе тоже можно угадывать по звукам, которые до вас донесутся через ваш контроль из интернета. Итак, поехали. Вот перед вами терминалы этой акустической системы. Они явно предназначены для подключения по бивайрингу, то есть ниже секции и выше секции перемычки, соответственно, какие-то фирменные. Это разъемы для подключения Dolby Atmos системы, которая может быть интегрирована в систему Dolby Atmos, то есть эта система может интегрирована быть, и к ней подключается дополнительный модуль. О нем, к сожалению, ничего не могу сказать. Моя задача – описать акустические свойства этой системы. Сам терминал выполнен из металла, заподлицом. Крепится железно, то есть открутить его нет никакой возможности. Поэтому я показывать внутреннее содержание этой системы, пожалуй, что сегодня и не буду. Да не имеет это значения. Техника очень высокого уровня. Не повторить ее, не даже проанализировать. Пожалуй, не получится ни в таком обзоре, ни даже при более детальном каком-то исследовании. То есть этот кусок работы довольно серьезный, выполнен солидной фирмой. И наша задача – просто ознакомиться и принять все как данность. Давайте-ка рассмотрим порт фазоинвертора. Итак, смотрите устройство PowerPort для этой модели. Как здесь выполнена реализация известного фирменного и запатентованного полка аудиомеханизма ухода от турбулентных шумов в портах. Тут в чем задача? Чтобы не возникало турбулентных шумов при достаточно высокой эффективности этого порта, то есть при высокой скорости воздуха. Для этого его нужно, по идее, делать большего сечения, но это невыгодно по разным причинам. И эффективность при этом может падать. Поэтому борьба идет, этот компромисс между размером, сечением порта и шумами, которые он производит. Вот полка аудио придумали этот свой PowerPort, ну это такое название у них фирменное, который, видите, там стоит рассекатель. И порт уходит, разумеется, внутрь. И во все стороны, во все четыре стороны, кроме задней, похожей, видите, здесь такая планка мешает, а вперед тоже выходят потоки воздуха, то есть во все стороны. Ну, вообще говоря, низкие частоты не имеют направленности, ну а рассеяние во все стороны баса здесь, воздушного потока, лишний раз позволяет ему менее создавать те самые турбулентные шумы. Что же касается днища этих колонок, раз мы уж заглянули сюда, они тяжелые, это было непросто, вы видите, такая вставка. Пластмассовая или металлическая, трудно понять, все-таки, наверное, пластмассовая. И шипы с подстройкой по высоте, очевидно, что их можно делать острыми, можно делать с резиновыми накладками, как здесь, крепится, видите, четырьмя болтами. Вся эта панель тоже как-то крепится к деревянному корпусу. Корпус, надо сказать, из натурального дерева выполнен, по крайней мере, из сообщений, которые мне удалось найти про эту модель. И вот это вот замыкает снизу композицию. Ну что ж, дорогие друзья, полки спеки не дает, Юра спеки сам возьмет. Все, что я могу сделать, это измерить импеданс этой акустической системы, чтобы понять хотя бы, во-первых, как настроен резонатор, а во-вторых, есть ли просадки, насколько в сопротивлении на частотной оси этих колонок. Для этого я подключил свою схему измерительную к этим колоночкам, и сейчас измерю импеданс, который вам продемонстрирую на весь экран. Ну, слышите характерный звук, и вот мы видим импеданс всей этой системы, чтобы ее подключить к традиционным способу, то есть двумя кабелями. Настройка порта здесь я бы оценил как в 32-33 Гц. просадок, как таковых, я не вижу, хотя и написано, что акустическая система их имеет ниже 4-х, ну, 3-95, я вижу, 4 дальше, на самом верху, быть может. Да, вот тут 3-41, действительно интересно. Вот такая вот ерунда, чтобы вы понимали при выборе усилителя для подключения к этой акустической системе. Ну, понятно, что это еще не все. Нам надо измерить отдельно выскочастотную и низкочастотную часть, чтобы мы дали ответ на вопрос, какой импеданс ожидает система, подключенную по бивайлингу. В этом случае сейчас меряем низкочастотную часть, опять же, запускаю свою декоративную схему измерений и смотрим. Вот такая вот красота. Ну, в низкочастотной части, ясное дело, ничего не изменилось. В низкочастотной части появился горб, который, конечно, не работает здесь, хотя не работает здесь. Мы не знаем частоту раздела каких это полос. Это низкочастотное звено или средне-низкое. Посмотрим дальше. Сейчас я перенесу клеммку сюда. И померяем выскочастотное звено, в моем предположении. Да, это больше похоже на импеданс твиттера. С номинальным импедансом около 4 Ом, вы видите. Ну, и чем выше, там немножко ниже опускается, но не намного. Да, это очевидно твиттер. То есть разделяется фильтр здесь, между твиттером и всей остальной частью. Это для любителей подключать по бивайлингу. Ну, а тут пришла пора прослушать, как же звучат эти системы, поставленные на том же месте, где я ставил остальные системы. Также стоят микрофоны. Запущу тот же набор треков. В принципе, с тем же программным обеспечением. Я уверен, что эти колонки звучат много лучше многих других моделей. Однако, это не стопроцентное решение. Оно не может закрыть вопрос однозначно. То есть, одним людям больше понравится, другим меньше. Просто это еще один букет, инженерный букет. Еще одно решение. Решение хорошее. Трехполосная акустическая напольная система. Довольно мощная. Массивная. Тяжелая. Без призвуков. С идеальными источниками звука. Имеется в виду излучателями. То есть, не шуточные, так скажем. Головки здесь стоят. Я уверен, что фильтры тоже стоят здесь. Качественные. Под стать всему остальному. Конечно, через интернет этот звук будет вам передан. Лишь как на эхо того, что есть на самом деле. Я послушал, погонял разную музыку здесь. Ну, здорово, конечно. Конечно, здорово. Но каждый должен решать для себя. Во-первых, стоит ли оно этих денег. Во-вторых, тот ли букет вам именно покажется хорошим. Но, однако, безусловно, это неоспоримое решение от полков. То есть, они знают, что делают наверняка. И разработка это никак не может уступать каким-то устаревшим системам. Наверняка это нечто новое. Нечто новое слово в воспроизведении домашнего аудио. В домашнем звуке. Назовем это так. И так я включаю свой обычный стандартный набор треков. И дам вам, таким образом, возможность насладиться звучанием этих акустических систем. Погнали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok